В обозримом будущем при благоустройстве российских городов планируется использование экологичных технологий, в том числе для создания так называемых зеленых крыш, экопарковок и умного освещения улиц. Такие решения позволят значительно сэкономить электроэнергию, а значит и бюджетные средства. Коснется ли это нововведение северных городов, покажет время. А пока давайте узнаем у наших жителей, экономят ли они природные ресурсы и как относятся к умным технологиям в быту. У нас счетчики стоят везде, раз, во-вторых, лампочки энергосберегающие давно. Здесь все четко. Я думаю, каждый себя уважающий, он дома, конечно, экономит. Я, например, живу и вижу у нас в доме Джижимского, 45 примерно, да, 24 часа у них горят лампочки в подъездах. У подъезда. У подъезда. Они не то, что вопросы сенсорные, заходишь, они там потухли, где 24 часа. И это не только сейчас темное время, да, вот, это летом. Конечно, счетчики дома стоят и на воду стоят. У нас электричество, и счетчики, естественно, стоят. Для вас счетчики – это, в первую очередь, экономия вашего бюджета или еще экономия природного ресурса? Что для вас привязано? Честно, непредвзято. Экономия, конечно, моего бюджета, но, соответственно, и природных ресурсов. То есть такие вещи взаимосвязаны? Однозначно. А как вы относитесь к умным технологиям в быту? Вот есть, знаете, там, умный дом, щелкнул, свет зажегся, что-то еще. Вот есть у вас что-то такое? Не, у нас такого нет, но у нас есть посудомоечная, там, стиральная машина, там, это, как его звать, микроволновая печь, они помогают. Честно признаемся, нет, не экономим. Дружно не экономите? Дружно. А почему? Вы как-то это себе объясняете или этому миру? Нет, наверное, никак не объясняем, вообще совершенно. Шоколад так шоколад. То есть у вас свет горит, прям горит? Ну, не всегда, когда дома нет у нас, он не горит. Ну, то есть когда уходите, выключаете? Выключаем, да. А если вы дома, то уже там по полной? Да. Может везде, в коридоре, в комнатах, в которых мы не находимся. А как вот вообще, сейчас же много умных технологий, да, которые позволяют экономить, в том числе и электроэнергию, да, можно там по щелчку остановить, выключить свет. Вот, кстати, как у вас с этим? Видимо, нет таких умных технологий, да, пока еще нет. А если бы появились? Если бы появились, эта идея очень, да, хорошая. Наверное, мы бы начали бы срочно экономить. Сразу бы, скажем, экономим, потому что мы пенсионеры, поэтому приходится экономить. Так, а вы всегда экономили? Может быть, это зависит не от возраста, а от вообще от... Вообще всегда. Вообще всегда почти что, да. То есть вы так, наверное, воспитаны, да? Ну, конечно. Вода не должна просто так бежать, да? Да, 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 согласна с этим. А свет просто так горит? И свет так же. Во-первых, лампы все поменены, чтобы меньше провали энергии. И, во-вторых, включается своевременно. А кто у вас вообще следит в первую очередь за всем этим? Кто у вас главный? Вот главный. Да? Вот главный. Вы главный? Да, да, да. По освещению, да? Ага. Мы так воспитаны, мы экономили всегда. А помните, может быть, был такой мультфильм «Закройте кран» он даже назывался? Вот где-то, может быть, лет 30 назад там даже пели. Капля за капли. Капля за капли. Закройте кран. Такого не помню 30 лет назад. Может быть, и был. Но к вам это относится, да? То есть вода у вас не бежит. Это вообще ко всем относится. Это должны все делать и знать, обязательно. Стараемся экономить, да. А что значит стараемся? Ну, выключать, чтобы зря не оставался свет, когда мы из комнаты вышли там, например, да. То есть максимально себя контролируете в этом вопросе? Стараемся, конечно, да. Но не всегда так получается. А кто слабое звено в вашей семье? Почему не получается? Я, наверное. Ну, знаете, кто позвонил, кто-то раз там вышел из комнаты. Сидишь в другой комнате, разговариваешь по телефону, а там свет горит. Такое бывает. Телевизор можем оставить включенный в другой комнате. А вот если бы в вашей квартире были умные технологии, это помогало бы, вот эти умные технологии помогали бы нам еще больше экономить ресурсы. Ну, щелчок же тоже, наверное, самим надо сделать, да, как-то? Он же так просто так, оно не выключится, хотя я, например, я знаю... Ну, просто, скажем так, по мановению руки. По мановению руки, ну, может быть, да, применяли бы. Когда не надо топать в другую комнату, выключать телевизор. Да, 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 рукой махнул и все, отключилось, да. Сидимся этим. Платить там лишние деньги не будешь. А вот как вы относитесь вообще к умным технологиям в быту? Ну, вот сейчас появляются различные, да, там, не знаю, есть умный дом, кнопочку нажал, что-то включилось, выключилось. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Личний раз не хочет вставать. Раз нажал. И все хорошо. В общем, все для людей. Да. Еще бы чайник включать надо так и делать. Чтобы дистанционно чайник включать из другой комнаты. Да. Я нет. Я не экономлю. Почему? Ну, я не могу сказать честно. Страшная тайна. Не, ну, может быть, вам просто нравится, когда свет горит, да, вам комфортнее, может быть, со светом. Не, ну, бывает, забывай. У меня ребенок также. Ну, все. А забываете, в смысле, вы можете куда-то уйти, а свет оставить. Такое бывает? Да. Конечно, да. Да. Я могу даже специально включить, например, гирлянду или что-нибудь. Я включу и иду в магазин на минут 20. Я прихожу, она у меня дальше горит, потому что меня это устраивает. А как с водичкой? Ладно, с электричеством поняли. Ну, воду бывает, экономлю, потому что муж ругается. Когда муж не видит, да, можно, эх. Да, конечно, я ее включаю, иду, там, например, там пропылесошу, а у меня замачивается посуда. Горит ли у вас свет постоянно, течет ли вода постоянно? Ушли с одной комнаты, выключили, пошли в туалет, выключили ванну туда, всегда экономим. Наверное, так и должно быть. У нас лампочки энергоизберегающие стоят дома, тоже экономия. То есть все начинается с квартиры, да, а потом все... Да, в подъезде у нас тоже экономится, вот, и при входе в подъезд тоже лампочка. То есть, когда надо, она включается, выходишь, выключается, хлопнешь, загорится. Вот мы сейчас стоим, вот светит, да? Ну, сейчас-то уже можно выключить. Елка, могли бы и погасить вроде, да? Не надо. Не надо? Нет, не хочется. Как вы это говорите, экономия, экономия. Сейчас вот какая экономия? Вечером, кто хочет, придет, посмотрит, как она горит красиво. Нет, елочки нас не лишайте. Экономия экономии, а елочка пусть горит на Новый год, согласна? Пускай, да, пускай горит елочка, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова